Как у вас проходит мероприятие? 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 Раз, два, три, три, передай микрофон. Микрофон, точка. Мэг, мэг. Все. Для вас, это все. Для вас. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Еще раз. Доброе утро. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо, что пришли. При том, что сегодня у нас рабочий день, 12 часов, и у нас такой, в общем, достаточно наполненный зал. Надеюсь, что вы не пожалеете о том, что сегодня пришли. Я хочу представить вам, так сказать, лица современной русской литературы, о которой мы будем сегодня говорить. Итак, сегодня мы будем разговаривать с Татьяной Соловьевой. Пожалуйста. Это директор, главный редактор издательства «Альпина Проза», которое сейчас издает очень интересных молодых и не только молодых, новых авторов, литературный критик, который будет рассуждать о современной русской литературе. Чрезвычайно успешный у нас в России автор Яна Вагнер, автор бестселлеров и книг, по которым снимаются фильмы, сериалы, которые все смотрят по ночам, засматриваются, не могут пристать. Яна расскажет о том, как современному российскому автору стать, как поймать этот нерв, как сделать так, чтобы от себя невозможно было оторваться. И, конечно же, Татьяна Стоянова, ведущий бренд-менеджер редакции Елены Шубиной. Редакция Елены Шубиной у нас в России уже превратилась в такой своего рода мем, потому что, ну, все говорят, ну, обычно говорят, ну, вот все самые крутые, самые важные книги выходят обязательно в редакции Елены Шубиной. Вот, а может быть, сегодня в процессе разговора выяснится, что это не совсем так, вот посмотрим. А может быть, возникнет какой-то диалог на эту тему. Итак, сегодня у нас такой интересный жанр с вами – экскурсия в мир современной российской литературы, да, на вещи российской литературы. Когда речь идет об экскурсиях, невозможно обойтись без обращения к прошлому. А для российской литературы, как вы понимаете, тема прошлого такая достаточно болезненная, потому что мы все живем в тени Толстаневского – великих русских классиков, которых читают по всему миру, которых знают по всему миру и которые затмевают, к сожалению, часто тех, кто пишет сейчас, тех, кто говорит сейчас о современных вопросах. И у меня всегда интересовало, как современная литература живет в этой тени. Выходит она из нее или она борется с вот этим вот, да, или наоборот черпает силы какие-то из вот этих могучих корней, которые есть у нашей литературы. И сейчас, конечно же, первый вопрос к нашим сегодняшним героям о том, как современная новейшая литература взаимодействует с этим нашим прошлым великим Толстаневским, и как она его преодолевает, как современному писателю, современному издателю заявить о себе, если все во всем мире считают, что русская литература – это вот все в 19 веке. И, конечно, вот передаем микрофон. Сначала это произведение слове. Спасибо. Добрый день. Очень рада всех видеть, очень рада приветствовать. Надеюсь, действительно, к нашему разговору вы тоже присоединитесь, потом зададите какие-то вопросы, может быть, поделитесь своими наблюдениями. Что касается вопроса о том, как современному писателю заявить о себе, как преодолеть гнет великой русской классики, ну тут, конечно, никакого единого рецепта нет и быть не может, однако, мне кажется, надо просто немножко проще относиться к этому и не пытаться напрямую соревноваться с Достоевским или с Толстым, потому что это немножко как-то странно и бессмысленно. Зачем? Понятно, что очень многие классики стали классиками, но, скажем так, сильно не сразу. И кто останется в веках через несколько десятилетий, мы с низкой уверенностью, естественно, сейчас сказать не можем. Более того, если мы даже будем говорить о каком-то мировом премиальном процессе, который позволяет заметить какие-то имена, мы понимаем, что далеко не всегда он обоснован и мотивирован какими-то объективными критериями качества, то есть там есть очень много разных факторов. И всегда любой лауреат, любую премию – это, если не политика, об этом мы сейчас говорим не будем, да, то лотерея. Ну, это всегда дело вкуса конкретных людей, конкретного жюри. И поэтому, если же мы говорим о тенденциях, у нас как-то все время было принято говорить о том, что, ну, как-то русская литература с точки зрения каких-то тенденций схватывания современности, она чуть-чуть как бы запаздывала по сравнению с европейской. То есть, появился выделен тренд где-то в Европе, в Америке, через несколько лет он приходит к нам. На самом деле, уже больше десяти лет точно это совершенно не так, и у нас появляются какие-то свои тренды, отмечаются. У нас, что касается развития жанров, например, каких-то того же самого жанра, допустим, автофикшн, о котором сейчас говорят очень много, он начал у нас развиваться примерно в то же время, что и во всем мире. Поэтому, естественно, он немножко по-разному репрезентируется в разных странах, да и более того, разными писателями. Потому что каждый человек, он не дождественен другому, он будет смотреть на это под своим углом. Поэтому, мне кажется, когда мы говорим о художественной литературе, то здесь вообще рецепт один. Если человек не бросил это дело, если он продолжает писать, значит, он не может не писать. И здесь самое последнее дело, во-первых, пытаться соревноваться с кем-то, неважно, с классиками, с современниками. То есть это может быть какой-то соревновательный элемент, который никогда не должен переходить за пределы элемента игры. Именно к этому нужно относиться как к игре, да. Но, в целом, самое главное, что нужно делать свое дело и писать о том, что-то настоящему болит. И тогда рождается литература. Потому что я, честно говоря, в тренды и, скажем так, поветрие на этапе создания литературного произведения не верю. Я считаю, что совершенно невозможно написать что-то действительно настоящее, если ты понимаешь, что ага, ну вот сейчас есть запрос на исторический роман о таком-то периоде. То есть если конкретно этот период, если конкретно эти люди тебя не трогают по-настоящему, то есть если ты не нашел там что-то свое и о чем ты не можешь не рассказать, то ни о каком вхождении в последующем там какой-то золотой канон и речи быть не может. Спасибо. Я сама писатель, поэтому она может изнутри рассказать об этом противопорстве современной и классической российской литературе. Ну, я как писатель могу сказать только, что это, в принципе, ну, отсутствует поле битвы, да, с гениями сражаться бессмысленно. Надо знать свое место, надо понимать, осознавать вообще степень там… Так, я так и знала, что это произойдет. Надо просто помнить все время… Я думаю, что в этом смысле наш опыт не уникален, в каждой литературе есть свои великие люди, как и в каждой музыке, вообще в каждой культуре есть вот эти гигантские фигуры, которые стоят у нас за спиной и нависают, естественно, и бросают гигантскую тень этой музыки, и в поэзии, и в науке, и где угодно. Естественно, в Америке есть свои, значит, таланты, там есть Фолкнер, Севенджер и прочее, да, как писать после Фолкнера? Ну, с трудом, с ужасом. Я бы сказала, с ужасом писать, да? То есть вот мы пишем с ужасом, мы понимаем, что все, что мы пишем, недостойно и очень слабо по сравнению с тем, как на самом деле можно было бы это написать, да? У каждого писателя в голове есть идеальный текст. Это как, знаете, Микеланджело говорил, что в каждом камне есть скульптура. Вот все тексты уже где-то существуют. В каком-то тонком мире есть идеальное стихотворение, идеальная картина, идеальное музыкальное произведение какое-то. А мы в этот момент действуем как приемники и передатчики, да? То есть мы это вытаскиваем оттуда, в меру своих неловких, слабых сил пытаемся как можно меньше испортить при передаче. И у гениев эта передача очень чистая, нет помехи, да? Мало помех. Чем, ну, как бы ты дальше от гениальности, да, тем больше помех у тебя на этом пути. И твоя задача просто, во-первых, помнить, что есть идеальные тексты, есть идеальные дворцы, есть идеальные приемники и передатчики, а ты несовершенен. И твоя задача просто как можно сильнее почистить свои контакты, да? Для того, чтобы передать максимально точно, ну, вот насколько ты способен. Так, чтобы хотя бы тебе не было за это стыдно ближайшие несколько лет, потом все равно будет. Это единственный способ, другого я не знаю. Спасибо. Добрый день, друзья. Во-первых, я хочу сказать, что сюда должна была приехать Елена Шумина. К сожалению, из-за проблем со здоровьем она не смогла доехать, но передает вам всем огромный привет и надежду, что однажды вы увидитесь лично. А со своей стороны, я бы добавила, что когда я пришла работать в издательстве редакции Елены Шубиной, меня всегда удивляло, почему даже русские читатели, я не говорю про зарубежных, делают акцент при выборе чтения на классику, а не современную русскую прозу. Потому что для меня, я уже живу во время больших русских писателей, я вижу их каждый день, я их знаю. И я могу лично, так же как каждый из вас, задать им вопрос, увидеть, что они говорят. Пока еще не поздно, понимаете? Наша проблема всеобщая, да? Мы не ценим наших современников. Мы уже когда проходит время, думаем, а вот могли бы прийти на презентацию в Ереване во время книжного фестиваля, а пошли куда-то еще. Здесь в зале самые лучшие люди, которые понимают на самом деле ценность вот этого знания того, что рядом с тобой большой русский писатель. И таких писателей довольно много. Я могу перечислять имена долго. Вот, например, Татьяна Толстая вчера выступала. Большой русский писатель. Евгений Водолазкин, например. Алексей Сальников. Я очень люблю книги Яны Вагнер. И можно долго-долго перечислять. У каждого из них свои особенные подходы к тому, как они пишут. И часто это даже не какой-то диалог с классикой, а это способ сказать что-то новое, что еще не было сказано до этого. И справедливо говорит Яна про то, что многие говорят о том, что у них болит, но они говорят это, чтобы в том числе не только разобраться самим собой, но и чтобы для какой-то мировой справедливости заполнить тот пробел, который до их появления так и оставался пробелом. И внезапно новый писатель освещает это пространство своей литературой, своим словом. В этом деле каждый новичок и в этом деле каждый новатор. И я считаю, что если бы можно было каждому из нас осознавать, что мы сегодня находимся свидетелями рождения новой волны русской литературы и осознавать это внимательно, сочувствием к писателям, они сравнивая их со временем с кем-то, тогда мы бы дали им больше возможности верить в себя. Понимаете? Потому что очень многие писатели, они в себя не верят, именно потому что они не ощущают вот этого отклика, они не ощущают, что в них верят так, как верили в Достоевского и так далее в свое время. Но и Достоевский поначалу тоже был не сразу суперзвездой. Многим писателям и поэтам приходится умреть, чтобы они стали известными. Давайте все вместе сделаем их классиками при жизни. Вот. Встретите писателя, обнимите. Да. Сочувствием. Спасибо. Да, да. Спасибо, Татьяна. Действительно, мне кажется, вы хорошо очень сказали. Я прервусь немножко, да, вот у нас сегодня конкурс, обратите внимание, вот стоит книга Яны Вагнер, последняя, правильно, Иван Бозера, да? Нет, первая. А, первая, да, наоборот, извините. Лучший вопрос, а я уверена, что у зала будет много сегодня вопросов, лучший вопрос, человек, задавший лучший вопрос, получит вот эту книгу с автографом, поэтому, пожалуйста, уже придумывайте сейчас свои вопросы. Вот. А я задам вопрос такой. Все вы, так или иначе, упомянули о… Ну, у нас сегодня такие вопросы достаточно простые, поскольку экскурсии – это нечто такое фундаментальное, да, основы, общий портрет, поэтому мы будем говорить о таких вещах, ну, кажется, что очевидных, но наверняка встроится что-то неочевидное. Итак, значит, все вы упомянули, так или иначе, о том, что вот писатель, современный писатель, главное для него научиться говорить действительно о том, что болит, по-настоящему болит, и тогда вот этот живой нерв, он откликнется и в читателей тоже. И давайте поговорим о том, что болит сейчас у писателей современных, какие основные тенденции, о чем сейчас пишут, и наверняка армянские читатели поймут, что у нас гораздо больше общего, чем может показаться. Я передаю микрофон сначала Яне, поскольку, в общем, ей ближе и понятнее, да, что конкретно беспокоит ее, а потом, наверное, две Татьяны сделают, ну, такой общий обзор этих тем. Ну, я сейчас заканчиваю роман, который я задумала, как обычно, как жанровую вещь, но русская литература, к сожалению, не может быть просто жанровая, у нас все равно, ну, всегда какая-то там начинается социальная драма и трагедия и высказывание, поэтому я забираю людей в автомобильном тоннеле и не даю им выбраться в течение суток, они не знают, почему они не могут его покинуть. В течение суток, да, пятьсот человек заперты под землей в длинном автомобильном тоннеле, у нас есть такие, под Москвой рекой, длиной, там, три-четыре километра. Да-да-да, я там придумала, я придумала там запереть людей, да, и мне казалось, что это будет страшная история про, ну, обычная страшная история про то, на что способны люди, когда им очень страшно, но поскольку все эти пятьсот человек очень разные должны быть, да, у меня там получился, как ни странно, это вызвано где-то к середине книжки, такая микромодель постсоветского нашего общества. там, как бы, там все представлены, и они все действуют, и все, что эти люди друг с другом начинают делать, все, что они друг другу предъявляют, все, как они друг к другу относятся там, да, все вот эти конфликты, они, безусловно, вырастают из того, кем они являлись, да, что с ними произошло до этого. Вот эта вся общая история, она на них влияет. В общем, мне кажется, и я даже не уверена, что меня в результате не объявят каким-нибудь, значит, да, потому что какая-то она прямо очень такая получилась у меня, получается у меня острая, да. То есть мы не можем не писать о современности, мы не можем не писать о том, что нас волнует, а волнует нас, конечно, как это мы докатились вообще до жизни такой. И мне кажется, русская литература на протяжении столетий постоянно задается вопросом, что же делать-то нам теперь, вот, да, да, и кто виноват. Это, в общем, мне кажется, основная тема, на которую мы все пишем. Спасибо. Да, по поводу, что делать, есть как раз такая история в тему про то, как одному современному поэту Эльму Рубенштейну, его знакомая словистка из Франции сказала, «Лёва, я сейчас читаю потрясающий роман Черношерского, как дела». Вот, да, три вопроса у нас, кто виноват, что делаете, как дела. Значит, на самом деле, если говорить о том, что волнует современных писателей, ну, тут, конечно, разных писателей волнует разное, потому что все мы разные, так же, как эти пятьсот человек в тоннеле под Ломанчем под Москвой рекой. Тут уж не важно, когда ты замер в тоннеле, под чем этот тоннель. Вот как-то, да? Вот как-то. Да. Но если все-таки попытаться обобщать и говорить какими-то более общими мазками, мы там 20 лет назад примерно начали говорить о том, как нам выйти из постмодернизма. Не только мы, в смысле, в рамках русской литературы современной, а в целом в культуре, в искусстве, в мировом масштабе, потому что постмодернизм, как мы понимаем, во многом был основан и есть, основан на приеме. В его основе деконструкция того, что существует, какого-то прошлого накопленного опыта. Да, то есть, условно говоря, и потом, как один из вариантов постмодернизма появился метамодернизм. То есть, если очень упрощать, мне очень нравится образ, который использовал тоже очень крупный и серьезный современный писатель Алексей Иванов. Он говорит, если обобщать, что такое постмодернизм. Когда человек берет куклу и говорит, ага, вот какая красивая кукла, сейчас я ей оторву руки, ноги, голову, все приделаю в случайные места и буду наслаждаться тем, какая она теперь уродливая. То есть, задача – деконструировать прошлый опыт. Метамодернист говорит, он тоже берет куклу и говорит, очень красивая кукла, я не буду ее ломать, но я поиграю с ней не так, как обычно с ней играют. То есть, мы не будем с ней играть в дочки-матери, а пусть она будет, например, каким-нибудь космическим захватчиком, который сейчас погружает какие-то привычные для нас явления, образы и так далее в какой-то новый контекст. Ну, роман «Пищебурок», вышедший как раз в редакции Елены Шубиной, когда мы берем историю пионерского детства, да, но внедряем туда вампиров, условно говоря. Не конструируем, мы не деконструируем при этом советский миф, мы не деконструируем повесть о взрослении. Но в сочетании с элементами саги вампирской, да, получается, что оба этих жанра чем-то друг друга дополняют и обогащают. Сейчас мы, в общем, уже в значительной степени вышли из пустомодернизма, наконец, и, в общем, даже в какой-то степени вышли из метамодернизма, потому что, на мой взгляд, сейчас вообще в мировой литературе, в русской в том числе, прослеживается очевидное внимание к человеку. То есть мы сейчас идем не от приема, а от человека. Поэтому, собственно, автофикшн, про который я говорила, настолько популярен, потому что нам важна конкретная история, нам важен конкретный принципиально неповторимый личный опыт, но оказывается, что когда мы читаем про какой-то принципиально неповторимый, подчеркнутый личный опыт, мы находим все равно что-то похожее в своей жизни, какие-то похожие эмоции, какие-то похожие впечатления и так далее. То есть если мы, например, говоря о русской классике, говорим о типе героя нашего времени, мы можем говорить о лишнем человеке, мы можем говорить о каком-то еще, да, то сейчас мы не можем, в принципе, типизировать героя. Он важен каждый конкретный частный личный опыт. И вот из множества этих частных личных опытов складывается какая-то общая картина. Если мы говорим про жанры, то да, жанр исторического романа, жанр семейной саги, то есть осмысление через личную семейную историю большой истории, он популярен был всегда, и он, я думаю, что никуда не уйдет с течением времени тоже. Это романы, которые пишутся, как правило, долго. Они, как правило, растут из действительно чего-то личного, когда человек узнает о том, что там в 20 веке, не знаю, там, бабушки, дедушки, да, у них там была какая-то сложная судьба. Но она была сложная судьба, потому что такое было время, да, и вот было важно проследить, то есть огромное количество романов, которые начинаются, ну, или вообще чуть ли не с рубежа веков 19-го, 20-го и дальше доходят до современности. Ну, здесь, там, не знаю, «Чудаков» ложатся в план на старые ступени. Здесь несколько романов Людмилы Улицкой, там, «Зеленый шатер», «Казус Кукотского», ну, там, что нужно, много можно вспоминать. Здесь книги Марины Степновой, много можно называть. Вот, есть, и вообще, на самом деле, попытки, попытки вписать, ну, скажем так, не вписать, а попытки соединить личную память, семейную память и коллективную историческую память, они продолжаются. Вот у нас, например, я очень люблю роман, который вышел совсем недавно, причем мы его нашли в «Самотеке», что бывает крайне, крайне редко. Вот Татьяна, я думаю, не даст соврать, да, потому что огромное количество текстов приходит на почту издательства. И, ну, вот для понимания, за три года мы два романа нашли, при том, что, ну, это много, при том, что каждый день я получаю порядка десяти романов в свой почтовый ящик, каждый день. Ну, то есть, может… А читать? Да. И надо читать? Все читать, да, конечно. Ну, а как? Ну, нет, ну, понятно, что по большинству там понятно по первым десяти страницам, то есть, что нет, не наше, но, тем не менее, все равно их надо открыть, посмотреть. И вот один из этих романов – это роман «Валсарп» Хелена Побержина. Это белорусская писательница, но русскоязычная. Если роман прочитать наоборот, то получается «Город Браслов». Там героиня, маленькая девочка, которая, конечно, она не кождественна автору. Вот, на самом деле, многие совершают ошибки, считая, что, ну, вот, если есть какие-то пересечения, ага, автор из Браслова, она когда-то, очевидно, была маленькой девочкой, ну, точно, это она про себя рассказала. Нет, естественно, в каждом произведении автор рассказывает про себя. Я думаю, что каждый из 500 героев нового романа, еще пока не законченного, Яны Вагнер – это отчасти Яна, но не нужно переносить буквально. Ага, то есть, если там девочка вот здесь сейчас говорит со своим книжным дедушкой, значит, этот разговор был в реальности. Так вот, эта девочка обладает, с одной стороны, мы видим, у нее расстройство аутического спектра, потому что она очень плохо сходится с людьми, но она читает огромное количество книг. То есть, она играет со словами, она переставляет буквы. И, собственно, Валсарп – это… ну, поэтому она читает «Город свой родной» наоборот. И она видит бывших людей. То есть, во снах, иногда даже не во снах, к ней приходят люди, которые либо лежат в братской могиле, погибшей во время Второй мировой войны, либо люди, у которых вообще не осталось могил, которые жили и были расстреляны в гетто в еврейском, мало кто знает про Браслов, но там из пяти тысяч человек осталось пятьсот. То есть, четыре с половиной тысячи из пяти были расстреляны. И у них нет имен, не осталось, естественно, никаких о них свидетельств. То есть, там есть какие-то списки только, ну, установленные из расстрелянных списков. И они приходят, рассказывают ей свои истории для того, чтобы она запомнила их имена. Потому что это единственный способ остаться, ну, как бы сохранить историческую память через личную. И вот эта история осмысления, когда даже что-то очень большое, давящее, глобальное ложится на плечи хрупкого героя, это современно, ну, современно и востребовано и читателям, и оно неизбежно будет волновать писателя. Поэтому, вообще, на самом деле, очень много в последнее время героев детей, ну, которые либо взрослеют, а потом становятся героями взрослыми, но, на самом деле, значительную часть повествования рассказывает нам ребенок просто потому, что он может любое событие, любую ситуацию оценить вне социальных рамок. То есть, он реагирует непосредственно. Ему не нужно объяснять, что, ну да, это, конечно, плохо, но, да, ему это либо хорошо, либо плохо. То есть, убивать плохо, все, для него не может быть никаких других условностей. Вот. И вот этот взгляд ребенка на взрослые вещи, как бы не подходящие ребенку, они, это становится действительно, ну, таким, простите мне опять это слово, трендом, который я не люблю. Причем, надо сказать, что эта история входит и в формат детской и подростковой литературы. То есть, у нас было какое-то определенное табу, что, ну, тебе еще рано об этом, да, вот ты подрастешь, узнаешь. На самом деле, рано просто потому, что родители, есть какие-то темы, которые нельзя отдать ребенку на самостоятельное изучение. То есть, ребенок читает, но дальше с ним нужно это обсуждать, объяснять ему что-то. И если родители готовы к диалогу на сложные темы, если они готовы, объяснить ему что такое там концлагерь, условно говоря, да, поговорить там о теме смерти и так далее, то можно найти правильный литературный, в том числе, язык для разговора об этом. И вот здесь вот этот такой важный, мне кажется, мостик, когда взрослая современная литература связана с детской, и вот Яна очень важную вещь сказала, что она начинала писать как жанровую вещь. Оказывается, что она, как всегда у Яны, конечно, не полностью жанровая, это большая русская проза, потому что, как правило, жанровую литературу интересует сильный герой, так называемая плоская арка, когда сильный герой идет и всех постепенно побеждает, и мир вокруг меняется, да. А большую русскую литературу, даже в сильном герое, интересует прежде всего его слабость. То есть он нам начинает быть интересен ровно тогда, когда он становится слабым, беззащитным, и когда он сам ощущает свое несовершенство. Спасибо вам. Действительно, вот я согласна с Татьяной преддетей, мы вчера с детской писательницей Марисой Романовской, у нас была встреча в Центральной библиотеке...